Сегодня Калугу можно считать одной из столиц российского автопрома И сегодня группа Stellantis объявляет здесь о запуске новых автомобильных проектов Каких? Сейчас расскажем Для начала напомним, что Альянс Stellantis на 70% владеет калужским заводом PSMA То бишь Peugeot, Citroёn, Mitsubishi Впрочем, это название можно признать неактуальным Ведь вдобавок здесь собирают коммерческие модели Opel А вскоре начнут делать автомобили Fiat Так, в Калуге решено выпускать фургоны и микроавтобусы Fiat Scudo Да, сама машина пока не представлена даже на мировом рынке Однако совершенно очевидно, что это будет еще один близнец Citroёn Jumpy, Peugeot Expert и Opel Vivara Напомним, что в семействе фургонов Fiat Scudo уже был, но в прежнем поколении, до 2016 года В московском офисе Stellantis уверяют, что новый Scudo по большей части ориентирован на Европу В старый свет автомобили будут поставлять прямиком из Калуги Однако российские дилеры Fiat тоже планируют торговать новинкой Вообще, экспортные планы PSMA поистине грандиозны В ближайший год автозавод готовится стать ведущим экспортером автотехники на рынок Евросоюза За границу должны отправиться более 30 тысяч автомобилей Тысяча фургонов и микроавтобусов калужской сборки недавно была отгружена немецким дилером И тамошние продавцы и покупатели заверили, что Comtrans Made in Russia по качеству сборки совершенно не уступает европейскому Мы знаем, что немецкие клиенты очень требовательны И мы гордимся, что нам удалось убедить, что автомобили российского производства высококонкурентоспособны Мы проводили специальные клиентские тесты И немецкие потребители были крайне удивлены, насколько качественно собраны автомобили Насколько хорошо выполнена антикоррозийная обработка В общем, эти машины удовлетворяют самым высоким требованиям даже немецкого потребителя Нет претензий и к турбодизелям 1.6, выпуск которых здесь начали минувшей весной Впереди этот мотор ждет углубление локализации В частности, блок цилиндров начнет отливать компания из периметра группы ГАЗ А мехобработкой займется уже сам ПСМА Двигатели в исполнениях Евро-5 и Евро-6 готовы закупать буквально по всему миру В Европе, Латинской Америке и Северной Африке Ожидается, что по ту сторону границы будет уходить до 80% всего тиража В этом году компания намерена создать тысячу новых рабочих мест Так как завод будет не только наращивать объемы, но и осваивать новые производственные операции В частности, штамповку наиболее важных кузовных элементов